Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не могу понять смысл этой бойни. Это ж все шестерки были. Шантрапа, мелочь. А парней всех в решиту. Товарищ капитан, квартиры осмотрел, жильцов допросил, там только бабка старая и внучок глухонемой. Ну, давай, введи хоть внучка этого, мы на него посмотрим. Так, давай, давай. Петь, трупы можно выносить? Вы что, все что ли? Да. Все, что могу сказать, с момента смерти прошло не более часа. Судя по найденным гильзам, стреляли из автоматов и наганов. Надо будет их по картотеке проверить. Ну, давай, выноси, хорошо. Толь, ты-то что думаешь по этому поводу? А что тут думать? Малины-то известны, этих гавриков представлять тебе не надо. Не поделили награбленные и устроили беспредел. Давай, да заходи ты, давай, давай. Э-э, вы что-нибудь здесь видели? О, какие люди. Чухна. Так точно, гражданин начальничек. А что-то нам сказали, ты глухонемой. Ха, тсс, станешь тут глухонемым после всего. А что произошло-то? Кто твоих дружков-то порешил? Да какие они мне дружки? Ну так, в картишки по мелочевке сыграть. Ну, покумарить чутка. Бирюков. Не, а что? Ты понимаешь, что ты у нас сейчас главный подозреваемый, как единственный, кто остался в живых. Небось, уже и ржьё где-нибудь припрятал, да? Слышь, я буду человека из-за какого-то колечка жизни лишать. А кто тогда? Ага. Я вам скажу, а меня на перо посадят. Не, я у себя в комнатушке посижу и к маманьке на юга махну. Какие юга? О, видел? О! Не докажете? Докажем, докажем. Четыре трупа на тебе, Бирюков. Это вышка. Понимаешь? Так что думай. Да-да, вынесись. Вышка. Витя. М? Витя музыкант со своими приходил, вобл искал. Что Вите надо от воблы? Очень он на вобл рассердился за то, что его человек ограбанул. Но вобл один не полез, он с гастролёром задружился. Гастролёр? Что за гастролёр? Погоняло какое? Князь, кажется, который банку в прошлом году в Одессе взял. Так, Коль, бери свидетеля, дуй выделение, составь писание подробнейшее. Понял? Подробнейшее. Давай, давай, давай. Пошёл. Пойди, давай, давай. Талончик на горячее питание. Слушай, смотри, что получается. Князь без гуднили в городе, уже свои порядки устанавливает. Ничего не боится. Ох, если музыкант князю войну объявит. У нас тут с тобой такое начнётся. Будем каждый день урожай, жмуриков собирать. СПОКОЙ ś ИНТРИГУЮЩАЯ các Кто? Открывай, цыган. Свои. Волод, ты, что ли? Я. Примешь на постой? Вот брат ко мне приехал, а жить негде. Не припоминаю, чтобы у тебя родственнички оставались с тех пор, как твоего папаня в тридцатом году закрыли. Вот видишь, нашел. Влады. – Заходите. – Здорово. Здрасте. Вобла, а ты чего заявился? Ты ж знаешь, я в своей хате гостей не люблю. Нам схорониться надо, переждать. Я по мокрому делу с вами, прицепом. Не пойду. Забирай деньги и уходи. Цыган, ты меня знаешь. Я с мокрухой сроду дела не имел. Если мало дали, после дела еще дадим. А ты, я погляжусь, серьезный человек. Ну, так, что ж… Живите. Но только гляди в облах. Если ментов на хату наведешь, ты меня знаешь. Живем, эх, цыган. А помнишь наши гадки золотые, как мы с тобой пострелятами тут бегали, а? Не помню. Давно было. Ты какую ночь не спишь, маешься? Что ты бродишь? Иди в квартиру там, кури. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог. Евгений Онегин. Нет. Медный всадник. Клава, а ты знаешь, что я в плену был? Как это? Когда? В сорок третьем. Должны были отправить в Германию, в лагеря смерти. Но деревню нашу освободили. И отправили под Куйбышев. Тоже в лагерь. Но и там повезло. Прямо на второй день приехали набирать штрафную роту. Потом Кёнигсберг. Ранение. Думал, не выкарабкаюсь. Это тебя Бог вел. Смотри. Я его из консервной банки прямо в окопе вырезал. Такой был обстрел. Казалось, не выйдем из этого окопа никогда. Да. Наступает время, когда без Веры нельзя. А еще, Клава. Я просто хотел жить. Понимаешь? Просто жить. Вернуться домой, читать книги. Учить студентов. Учить их героизму, любви, милосердию, любить дочь, любить жену. Я ведь знал, что меня ждут. Я ведь знал, что меня ждут. Все образуется, Игорь. Знаешь, сейчас хуже, чем на войне. Не пойму, где свои, где чужие, отовсюду, пинками, как щенка, пинками, пинками. Что же мне, воевать с ними, что ли? Игорь, ты эти мысли брось. Ты кто? Солдат-победитель. Ну да, был в плену, но ты же все искупил, сполна. Завтра иди во все двери, стучись, добивайся. В райком партии иди. Партия тебе поможет. Я беспартийный, Клава. Партия поможет всем. Так, до плена вы были членом партии? Нет. По убеждению? Нет. Хотел, но не успел. Что не успели? Началась война и… Ну и что же вас привело ко мне, товарищ Даниилов? После возвращения из госпиталя моя комната оказалась занята, меня выселили. Нет, я ни в коем случае не претендую, потому как понимаю, что мы все пережили войну. И те, кто воевал, и те, кто был в тылу и в эвакуации, год-два и наше правительство позаботиться обо всех. Но надо как-то жить, работать. И я пытаюсь устроиться на работу. Вот, плен, штрафная рота. Но я ведь искупил, искупил кровью. Я… Вы успокойтесь, товарищ Даниилов, никто вас ни в чем не обвиняет. Если вы на свободе, значит, власть поверила вам. Кто вы по профессии? Преподаватель. Замечательно. Так, учитель. Преподаватель русского языка и литературы. Замечательно. Но, понимаете, городу сейчас нужны ваши руки. Многое предстоит восстанавливать. Нет, я, я, извините, пожалуйста, я готов на любую работу. Кем угодно и куда пошлют. Прекрасно. Ну что ж, партия о вас позаботится. Не беспокойтесь, товарищ Даниилов. Вот что, приходите-ка ко мне через пару дней. Четверк? Да. Я поговорю со своими людьми при заводах. Мы постараемся для вас что-нибудь сделать. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Здорово. Привет, мужики. Слушай, на заводе десять рублей за день платят. Десять рублей. Как же… Потеряйся. Цыган. Ты что ли? Давно тебя не видел? Давно. Так живу тихо. Ты приподнялся, гляжу. Клифт нов надыбал. Да и ты, гляжу, не бедствуешь. Что слышно нового? На Лиговке неспокойно стало. Появился один. Паскудник. Не того человека обнес. Кто таков? Залетный фраер. С твоим дружком связался. Воблой. Давно его видел? Нет. Откуда? Витя музыкант очень его ищет. Ночей не спит. Но искать долго можно. Витя надеется, что найдутся добрые люди. Витя щедрый мелочиться не будет. Что обещает? Жизнь. Жизнь обещает. Разве там мало цыган? Как думаешь? Давай здесь повторим, а? Дурак ты, Вобла. Я ж не сумасшедший, чтоб сейчас банку брать. А ты и Одесса узнал, как свои пять пальцев. А здесь я куда пойду? Да, ты прав. Пересидеть надо. Посерьезнее дело есть? Какое? Ну, ты мне как-то говорил, что Витя музыкант часто ходит в карты играть в одном местном городском столе? В том шалмане. Что, мол, люди там серьезные собираются? Деньги большие. Ну? Ну, вот тебе и шанс. Рванем большой куш. Ментов они вызывать не станут. Не-не-не-не-не-не. Я не при делах. Нет, конечно, они милицию звать не будут. Они тебя поймают и на кусочки порежут. Ну, ты ж не местный. Сегодня кушать взял и свалил, а мне здесь жить. Не кипишуй раньше времени, Вобла. Так на хрена тебе, Питер? В Сочи рванем. Менты искать не будут. Гонщик тоже не пошлют. Да у меня пацаны не согласятся. Своих же грабить не. Значит, возьмем тех пацанов, кто не засыт. Думай, Вобла. Все равно пропадать. Поживу, как король. Поживу. Гутен так, цыган. Че хотел сказать мне? Может, че хотел, как договоримся. У меня договор простой. Жить хочешь, говори, где Вобла и гастролер. А нет, мои парни с тобой до конца доедут. Хорошо. Пусть твои люди через час будут на углу обводного и красных командиров. Да. Какой адрес? Точно. Я понял. У вас вид, товарищ капитан, как будто вам над бафу к продовольствию пообещали. Лучше. Звонил мой человек. Сказал, где князя искать. Пошли. Горкава, людей бери. Гастролера этого живым доставить мне. Мы его медленно убивать будем, чтоб паскуда запомнил, кого он обнес. Да. Воблу кончайте на месте. Приятного аппетита. Спасибо. Хотя я атеист, но готов воскликнуть. Господи, ведь это настоящая уха. Ну, ты знаешь, кажется, целая вечность прошла с тех пор, когда я ей дал ушицу. Ну, ладно тебе прибедняться. Во время войны страна заботилась о ценных кадрах. Да и сейчас. Ну, за нас. За тех, кто восстановит этот город. Да, ты прав. Ну-с, попробуем. А что, Людмила Санна не выйдет к столу? Не-не, придет обязательно. С дочерью занимается. Да, с женой тебе повезло. Ты знаешь, ко мне сегодня приходил Данилов. Я навел справки. Он что, бывший муж Люсеньки? Люсеньки? И чего хотел? Ты в курсе, что он был в плену, потом воевал в штрафной роте? Да нет, это вообще что-то новенькое. Да. Просил помочь с работой. И что ты думаешь? Ну, ты же знаешь, людей с головой и руками не хватает. Ну, да-да-да. Этому городу нужны люди. Так ты хорошо подумал? О чем? Это он тебе сказал, что попал в плен, был ранен. А правда может оказаться другой, совсем, совсем другой. Ты его отправишь на завод, а завтра там стена рухнет. Или вообще оборудование выйдет из строя. Нужна тебе такая ответственность? Плен — это предательство. Предавший раз — предаст снова. Я бы этих годов давил. Давил и гнал бы из города. Я так считаю. О, товарищ Севцов, Сергей Константинович, здравствуйте. Боже мой, вы чаровница и волшебница. Да-да-да, и не возражайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди, поцелуй меня. Ах ты, моя солнышко. Мам, 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 пойдем играть? Пойдем. Саш, двадцать минут. Ну, мам. Да-да, милая. И его подорого смотреть. Руки в гору! Сыка, падла! Продал! Тихо, фобла! Ну что? Доигрался? Горьковый, горьковый! Не в хате. Давай во дворе, я покажу. Давай, пошел. Пошли. А где музыкант? Ох, не завидую я тебе, князь. Ох, не завидую. Ну? Толь, возьми двоих людей, зайдешь справа. Николай, туда. Твой за мной. Старлей, за мной! Стоять, зайдешь! Оружие на пол! А ну, стоять, я сказал! Все, тихо, тихо! Стоять! Стоять! А ну, к стене! Сол на землю! Хочешь оружие! Ты что творишь, а? Тихо, стоять! Порежу его! Порежу, сказал! Спокой, спокой. Не дури, не дури! Хобла ствол! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Спокойно, князь, отпусти парня! Сейчас, парежу сказал, ну! Порежу сказал, ну! Порежу, убери стволы! Тихо, все! Всем тихо! Давай, давай, князь! Не двигаться! Спокойно всем! Спокойно! Вот так! Отойди! Уши! Не надо, не надо, Людмила Александровна! Я сама выберу! Оля, там помоешь, иди к себе, хорошо? Хорошо! Хорошо! Саша! Да, милая! Я тут случайно услышала ваш разговор с Севцовым! Прошу тебя, не делай этого! Чего не делай? Не губи Игоря! Ему сейчас и так не сладко! Пусть наладят жизнь! Ну, ты шлюха! Что муженька бывшего увидела? И все? Любовь вернулась! Теперь к нему в постельку захотелось! Саша! Ах ты шлюха! Тварь! Ты еще будешь мне указывать, что мне делать? Кто ты такая, а? Кто ты такая? Тварь! Тварь! Я тебя в этот дом привел! Из милости! Ты мне ноги целовать должна! Что ты такое говоришь? Что? К нему захотелось! Ну, беги! Беги на все четыре стороны! Думаешь, я другую не найду? Молодую, без детей, без дочки, за которую ты так просила! В постель ко мне прыгнула! Пошла отсюда! Пошла, сказал, видеть не хочу! Шлюха! Да! Расчет его был точен! За князем пришли люди-музыканты, а сам-то туда не сунулся! И что? Да в невыгодном положении этот музыкант! Князь на него давит! Людей его взяли! Погоди! Тогда так! Установите наблюдение за Шрайманом! Если музыкант пойдет на очередное дело, то будет пользоваться проверенным каналом сбыта! Он слишком осторожен, чтобы доверять тому, кому он не знает! Вот так! Да, что там Немезов? Успокоил свои нервы? А как сказать? Вообще-то он думал, что его на место Кузьмина назначит! Тут я возник! Ну, знаешь, мне карьеристы не нужны! Мало ли, что он думает! Здесь пока еще я решаю! И не просто так я тебя назначил, Карасев! Мне от тебя нужен результат! Ты все понял? Так точно! Разрешите идти! Идите! Есть! Идите! Ты? Игорь! Не надо! Не надо! Что? Рука такая холодная! Вся дорожишь! Что-то случилось? Нет! Я пришла поговорить с тобой! Игорь! Игорь, я тебя очень прошу! Уезжай из города! Прямо сегодня! Немедленно! Почему? Мой муж Муляров! Он мне не успокоится, пока не избавится от тебя! Слышишь? У него большие связи! Одно письмо! Анонимка! И тебя могут посадить за вредительство! За еще что-нибудь! Подожди, подожди, Люся! Он найдет! Подожди! Послушай меня! Он же таракан! Жирный, омерзительный таракан! Как ты вообще могла? Замолчи! Слышишь? Замолчи! Никогда со мной так не говори! Он хороший! Он щедрый! Он спас Наташку! Он любит ее! Он любит меня! А ты погубишь и себя, и нас! Я тебя прошу, родной, уезжай! Уезжай! Я прошу тебя, немедленно сегодня уезжай! Уезжай! Прошу тебя! Уезжай! Люденький! Уезжай! Уезжай! ПОДПИШИСЬЕНКОЙ СИГНАЛ Спасибо, граждане и товарищи, за хорошую, честную и благородную игру! Да, Витя, с тобой совершенно невозможно сегодня играть. Я предлагаю перерыв... Ну-ка, водки налей всем! Добрый вечер, господа хорошие. Прошу вас сдать все имеющееся у вас оружие. Без проблем. Кто из вас играет? А что? Наверх ходят только те, кто играет. Ну, тогда я? Что в саквояжи? Прошу, за мной. . Мышь и женщина. Это слога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да никто не отменит карточки, о чём ты говоришь? Добрый вечер! Здесь можно потратить, кроме заработанные деньги. А ты ничего не попутал, дядя? Здесь же тебе не базар. Тут серьёзные люди отдыхают. Гроши есть? Ладно, эрадикюль. Неплохой. Ша! Ша! Давай сыграем. Только имей в виду, у нас ставки серьёзные, за пять минут спустить всё можешь. Да ничего, я ж фартовый. Риск люблю. Ставлю. Ставлю. Повышаю. Сравниваю. Две. Одно. Мальчики, вы не живёте. Какается, материнка, адресы. Камена. Гроша, у меня. Ай, сладенок. Да я уже. Да ты не читал. Бросок. Сравниваю. Повышу не. Сравниваю. Вы не читал. Извиняй. Сравниваю. Закрываемся. Не пишутся. Уравнял. Извиняйл. Визвиняйте, я вам чужел-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, спокойно. Я человек не местный. Птица вольная, мне терять нечего. Поэтому я надеюсь на ваше благоразумие. Стоять! Всем на месте! Чтобы я видел ваши руки! Руки! Я же сказал, мне терять нечего. Всем стоять на месте. Сейчас мои люди заберут у вас деньги. Если никто не дернется, все пройдет хорошо, и мы спокойно уйдем. Для вас это будет маленькая неприятность, а для нас большой праздник. Ну да. Спасибо. Все. Нет, не все. Все. Вот теперь все. Уходим. Че застыли? Водяра дай. Я же вам сказала, товарищ Севцов очень занят. Он вас сегодня принимать не будет. Я вам тоже сказал, что мне было назначено именно сегодня. В четверг. Ну, вчера было назначено. Сегодня отменено. Это он вам лично сказал сам? Товарищ, не тратите ваше время. Может быть, вы все-таки зайдете еще раз, напомните ему. Послушайте, не мешайте работать. Вы куда? Запрещено! Здравствуйте, товарищ Севцов. Почему вы меня не принимаете сегодня четверг? Вы обещали меня принять. Вы что себе позволяете? Вы обещали меня принять и помочь мне с работой. Вы мне соврали. Я? Вы не сказали, что после плена вы были осуждены судом военного трибунала. Вы без меня прекрасно знаете, что все, кто был в плену, были осуждены судом военного трибунала и отправлены в лагерь. Но по прибытию в лагерь я в тот же день написал заявление о направлении меня на фронт. Для того, чтобы искупить свою вину кровью. Выйдите вон из кабинета. Выйдите, здесь не место сомнительным героям. А ну быстро. Я не знаю, что партия позаботится обо мне. Вы обещали мне помочь с работой. Я сейчас вызову милицию и тебя обеспечат работой надолго. Крыса райкомовская. Я тебя посажу. Сволочь. Я тебя раздавлю. Да кому он мог помешать, вы поймите. Он же только ночевать приходил. Да и вообще неделю не видела. А вы меня поймите, нам поступил сигнал, что в вашей комнате незаконно проживает нигде не работающий гражданин. Да что вы такое говорите, он учитель, с фронта вернулся. Закон есть закон, и для учителей, и для рабочих. В общем так, жители обеспокоены, что он может вести антисоветскую пропаганду. Послушайте, да что вы… Так, гражданка, либо вы решаете этот вопрос сами, либо мы принимаем меры. И у вас будут неприятности, все ясно? Пожалуйста, пожалуйста. Так, а итальянцы почем? Семьдесят. Семьдесят. Дороговато? Ну? Я возьму. Прошу. Спасибо. Постойте, музыкант. Есть информация. Верные люди шепнули. Слушай вас внимательно. Скоро сюда прибывает хитрый состав из Свердловска. Какой состав? Хитрый. Драгоценности из Эрмитажа. Дело верное. Спасибо. Я подумаю. Подумай. Не торопись, лейтенант. Пускай немного отойдет, тогда тронешься. Да он плетется, как черепаха. Как он вообще умудряется спекуляцией при этом заниматься? Да в этом деле мозги нужны, а не ноги. Давай потихоньку, а то сейчас еще на трамвай вскочит и уйдет. Давай. Восстание. Восстание. Все. Спасибо. Да, Ефим Маркович, в такое голодное время кормить хлебом птиц расточительно. Вы знаете, ведь я думал, они уже никогда не прилетят. Природа к нам. Очередь не сходить, надо же ей хоть чем-то отплатить. Надо сообщить Карасёву, что музыкант здесь. А может, сами попробуем? Да я тебе попробую. Упустим, нас с тобой в дворники переведут. Я побегу искать телефон, а ты следи за музыкантом. И не высовывайся, понял? Веди его. У вас есть дети? Бог миловал. А вот меня нет. Знаете… Деньги принесли? Конечно. Вы слышали, Катрана внесли? Слышал. В такое место явиться с оружием… К телефону капитана Карасёва позовите, срочно. Срочно соедините с капитаном Карасёвым. У меня такое чувство, знаете, что за мной следят. Кто? Я пока не засек, но знаете, такое внутри ощущение, как будто все время смотрит тебе в затылок. Это чувство меня никогда не подводило, очень неприятное. Я думаю, нам лучше некоторое время не встречаться. Им не нужен старый Шрайман, им нужен Витя-музыкант. Да, товарищ капитан, я понял. Есть. Коль, ты чего носишься, как загнанный? Здорово. Товарищ капитан, мы музыканта засекли в парке. Сергеев остался его упасти. Да ты что, нашим звонил? Да, Карасёв сообщил, будут через пять минут. Молодец. Пошли. Нет, стой. За мной быстро. Значит так, жди в машине. Музыкантом хитрый, может попытаться уйти. Подстрахуешь и наших дождёшься. Понял? Понял, понял. Есть. Молодец. Коль, да? Что? Длянкой-длянки. Какой? Я в приём. Товарищ капитан, хорошо, что вы так быстро. Вон они там у воды стоят. Вы подружки? Да. Ну, пошли. И не переживайте вот так, Ефим Маркович. Все будет хорошо. Быстро уходите. Через пять минут парк будет оцеплен милицией. Что происходит? Я вас спрашиваю, вы о чем думаете? У нас каждый человек на счету. Выродки убивают сотрудников, наших товарищей. Что я скажу их семьям? Как я им в глаза смотреть буду? Среди бела дня режут, убивают двухопытных оперов. Нам объявлена война. Я требую, чтобы каждый понимал это. И спрашивать буду. То же, как в военное время. Все, свободны. Что у тебя? Товарищ подполковник. Тут… Короче, капитан. Если короче, то я в убийстве наших ребят. Подозрительно оно. Я знал их хорошо. Они хоть молодые, но опытные уже были. Рисковать рисковали, да. Но чтоб так глупо подставляться под бандитские пули и заточки, не верю. Не верю я, что их бандиты убили. Нож в сердце! Коля даже оружие достать не успел. А Сергей его в спину. Значит, он доверял. Если отвернулся. Постороннюю бы они так близко к себе не подпустили. Ты хочешь сказать, что это был кто-то из своих? ПЕСНЯ 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 Говорит Ленинград, говорит город Ленина.